Я рад приветствовать вас, друзья, на своем канале Лесной Дозор. И с вами я, Тим Тимыч. Сегодня, друзья, мы очередной раз вернулись на помойку для поиска старинных предметов. Их желательно, чтобы они были в целности и сохранности. Битого стекла здесь достаточно много, посуды всевозможной. Но чтобы найти достойно, без сколов, без ничего, какую-то вещь, нужно хорошо поработать, ну и аккуратненько все это откапывать. Всем, кому интересно, отправляемся с нами на поиски. Вперед! Так, друзья, уже я изрядно потрудился. Уже навыкидывал. Вот видите, там у меня были очертания ямы. Тут я уже перелез сюда ближе, начал выкидывать эту опять яму, закидывать. Куча пробок вон, бутылок битых. И все-таки, как я говорил, нам улыбнулась удача. Вы посмотрите, посмотрите просто на эту красоту. Видите, я этот... Вот бутылка такая вот целая. Карл Мамбы. А.G. Берлин снизу написано. Видите, со слоном. Бутылочка, видите, целая, без скольчиков, без ничего. Ну, я знаю одного дружеского, комрада, который вот собирает такие вот бутылки, именно производителя Карл Мамбы. Вот. Я думаю, он оценит эту находку и предложит за нее хорошую цену. Потому что это вещи довольно-таки старые, и они очень дорогие. Вот, видите. Вот это да. Мои поздравления. Поздравьте меня. Отправляемся на поиски новых артефактов. Друзья, вот произошел обвал. Вот, видите, над нами вот такие вот толще слоя обземлили, висят. И потихоньку рушим, рушим, рушим. И вывалилось. Смотрите, какое чудо повываливалось. В общем, торчали вон там кружки. Вот еще одну даже я не достал. А, блин. Ручки нет. Ручки нет. Ну, кружечка, видите, КПМ. КПМ-кружка. Толстая кофейная кружка. Видите, какая стеночка у нее толстая. Ручки нет. Ну, она все равно приятная. И вот это вот вообще отличное. Вот, видите. Тоже клеймо какое-то. Тысяча девятьсот девяносто... Ой, какой девяносто... Тысяча семьсот девяносто четвертый год. Обалдеть. Видите, кафе-хак какой-то. Ну, и тоже нет ручки. Печалька. Ну, ладно. Возьмем как бы. Более-менее целая. Сколов нет. Только что нет ручки. Очень жаль. Ну, вот какое-то кафе. Возможно, когда-то в этом городе было вот это кафе под названием Хак. И там была вот такая именная посуда, из которой люди пили кофе. Ну, вот отлично берем. Ах, да, вот еще не показал. Смотрите. Бутылочка с синим... Синее стекло. Синее стекло. Мастисоль. С одной стороны надпись. А здесь... А здесь... А здесь... А вот здесь вообще неизвестные мне буквы. Так как я немецкий не знаю, мне очень сложно читать. И боюсь просто вас испугать своим произношением немецкого языка. В немецком языке. Вот такая красавица. Видите, тоже целенькая синяя. Кстати, синее стекло очень редкое довольно-таки. Ну, вот. Видите, все целое. Все, ищем дальше. Обязательно, я думаю, я напал на какое-то хабарное место, потому что, видите, пошел товар, как говорится, хабар. И это самое. Значит, будем его разрабатывать. Я думаю, нам повезет еще. Отправляемся дальше. Ну, что ж, друзья. Моей радости просто нет предела. Сейчас попалась и удивительнейшая вещь, и причем целая, без единого скола. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Видите? Это я уже ее почистил. Вывалилась вот такая вот пепельница. Видите? Это, походу, под сигару. Такое вот, чтобы можно было ложить. Вот. Сейчас я вам покажу клейма на ней. Вот такая вот удивительная пепельница. Смотрите. Клеймо. Альтвассер. Силезия. Орел вот такой нарисован. СТ. Вот такая вот пепелка. Вот здесь вот, видите, да? Вроде как трещина, но на самом деле, это, скорее всего, дефект производителя, потому что с этой стороны трещины нет. И сверху она уже покрыта эмалью. То есть это еще был брак при производстве, скорее всего. Ну, все равно это делает вещь эту более антуражней. И, как говорится, ну, таких я никогда не видел и не находил. Просто обалденнейшая находка. Я думаю, это стоит лайка в любом случае. Да, всем, кому понравилось, обязательно поставьте. Так, друзья, сегодня я копаю не один. Со мной приехал еще товарищ. Пойдемте посмотрим, что же ему удалось найти в своей ямке. Отправляемся к нему. Вот так сидит он. Вот видите, раньше он здесь копал, под корнями деревьев. Вон всякая битка тут осталась, куча посуды. Ладно не наступить на что-нибудь острое и не напороться на что-нибудь. Сейчас он залез вон под то дерево. Так, пойдем обойдем. Посмотрим, что он там нашел. Интересно. Поздоровайся с друзьями. Привет. Это мой друг Андрей. Димон, пробку старую нашел в Комерховке. Там пробка торчит какая-то бутылка. Может быть, старая. Так, посмотрим. Говорит, какую-то нашел пробку старую. Сейчас мы ее попробуем на зуме заснять. Да, действительно он на торчит. Так, вот пробочка. Видите? Сейчас мы ее попробуем аккуратненько достать. Есть. Есть пробка. Пробка. Да, действительно Киндер Хофф. И смотрите, надпись не так необычная надпись какая-то. Брау Рай вот так написано с каким-то рисунком интересным. Обычно обычно попадаются как вот у меня на аватарке стоит такая пробка Киндер Хофф. А это, видите, другая, действительно. Старый формат. Старый формат. Держи. Там все бутылка торчит. Видите, горлышко торчит. Скорее, может быть, возможно, от нее аккуратно. Может, грабли не имеем? Давай, грабли. пробуем аккуратно ее извлечь. Потому что всегда интригуют такие вещи, когда достаешь. Главное, чтобы она не лопнутая была. Не вращается. Целая. Целая. Сейчас мы ее поднимем. Ну-ка, Андрюха, оттрихай киндер Хофф. какое-то другое. Эстербург. Ого, посмотрите. Это солнышко мешает нам. Где-то вам тенечки. Сейчас я развернусь, покажу. А вот, действительно, вот так вот лучше видно. Это Эстербург. Сверху доктор Си-Си. Сзуднович. Сзуднович какой-то. Пробка, ой, пробка, говорю, горлышко целое. И смотрите, под пробку нету этих отверстий. То есть пробка довольно-таки наверное была старая. Скорее всего, пробковая еще. И бутылка старая. Сама по себе старая бутылка. То есть это довоенная, в любом случае довоенная бутылка. Скорее всего по Первой мировой. И даже видно, она вот шероховатая. Скорее всего отливалась. Ну, я не думаю, что вручную, духовную, через помощь легких дули или как, ну, не в станке, но старая бутылка. Если у кого есть, друзья, информация по такой бутылке или есть ссылочки, просьба, пожалуйста, отправьте в комментариях или можете написать мне в личку по данному виду. Очень интересная бутылка. Просто мы таких еще ни разу не поднимали. Шикарный, шикарный трофей, дружище. Все, мои поздравления. И пробка тоже зачетная, да? Да, пробка. У меня в коллекции такой нет. Да, видите, еще раз пробку вам покажу. Видите, Брауэрай киндер-хоуф. Кстати, у дружище очень богатая коллекция пробок. Потом как-нибудь видосик запилим, покажу вам его пробочки. Если кому интересно, тоже напишите, обязательно заснею. Ну, а мы продолжаем наши поиски, отправляемся каждый по своим ямам. Если вам все еще интересно, оставайтесь с нами, продолжаем смотреть. Ну, вот такие уксусы еще попадаются. Видите, да, они очень частые у нас. Такие маленькие. тут, бутылка без надписей. И смотрите, с каким этим рисунком. С позолотой, скорее всего, да, вот была когда-то чашечка, ну, к сожалению, разбитая. Блин, было бы шикарно просто найти вот такую целую. Правда, здесь еще попадались с крестом. Видел такие вот здесь крест по первой войне, как рыцарский крест, такое тоже нарисованные были. Ну, видите, здесь экземплярчики очень разные попадаются, но очень много битого, очень много. Особенно посуды. Да, ну, ничего, не отчаемся, вдруг нам еще что-нибудь повезет. Ну, что ж, друзья, спешу вас вновь порадовать. Сегодня у нас, в общем, образовался день бутылок. Вот, смотрите, попалась вот такая вот маленькая бутылочка маги. Ну, знаете, да, все вот такую фирму маги, маги на второе, реклама такая была по телевизору. Видите, она с утра то, и вот здесь, видите, отколота. Ну, недолго я расстраивался, буквально через пару минут меня постигла вообще шикарнейшая удача. Вы посмотрите просто на это чудо. Как бы вам так ее показать, чтобы вам видно было. Вот, видите, просто огромнейшая бутылка с надписью маги, цифра 6 какая-то на горлышке, и она абсолютно целая, абсолютно. Я не знаю, что было в данной бутылке, как все привыкли, что маги, да, это какая-то приправа, ну, я не знаю, может быть, эта фирма выпускала, может быть, еще какое-нибудь вино в такой огромной бутылке, видите, да, горлышко целое, все целое, то есть, ее можно использовать к значению, еще взять, наливочку в нее какую-нибудь заправить, ну, соответственно, прежде чем это заливать, туда обработать ее, и использовать в своем баре, скажем так, такие вот красивые бутылки, то бишь, видите, вот, маги с цифрой 6, и вновь у нас бутылка, друзья, бутылка, бутылка молочная, видите, раньше в таких бутылках немцам развозили молочко, лошадка топала по каменке, по брусчатке, кстати, это достоверно, я знаю, что коняшкам приделывали подковам резиновые, такие резиновые подковы были, и вот, когда она шла, извозчик шел с молоком, чтобы лошадка громко не топала, не цокала, вернее, по этому, и люди, потому что еще время это спали, развозилось вот такое вот молоко, видите, тут написано мелькер, короче, какая-то хрень молочная, и вот написано гердауэн, то есть, это производитель наш, в нашем городе был, так это вот, наш гердауэн, это наш город, производилось молочко, ну вот, отличная находка, кстати, не частая, не частая, они бывают, бывают разных размеров, вот эта вот большая, да, вот, объемом где-то 0,5 скорее всего, а есть еще вот такие маленькие, 250 миллилитров, и тоже там такая же надпись, и тоже гердауэн написано, если повезет, может быть, в этом видео, если повезет, может быть, в следующем, я вам обязательно покажу, все, отлично, так, друзья, вновь я к Андрею пришел, Андрей, что-то там нашел, показывай, что там, бутылка, вот, торчит, секунду, да, видите, бутылочка, ну, давай, залегай, потихоньку, как, ну, археолог, ну, поехала, да, она с пробкой, ну-ка, вверху, пробка, вот, про которые я вам пробку и говорил, вот, это довольно-таки распространенная пробка, ну-ка, дай, оба, отлетела, сейчас, соберем, вот, эта пробочка, киндер хоу, брау, рагер, ну, сохран у нее, хороший, четкая надпись, на цепи, Андрей, как было, ну, вот, так вот, она крепится, крепится, друзья, вот, там, отверстие есть в стекле, официально, вот так вот, эта пробка закрепляется, и вот сама бутылочка, конечно же, сама, конечно, бутылочка, где тут напись, ага, вот она, брауэрай, киндер хоу, и снизу, гердауэн, ост-прушин, восточная Пруссия, вот такая пивная бутылочка, с пробкой, отлично, отлично, забираем, забираем, в любом случае, ну, что ж, друзья, вот и прошел наш коп, целый день мы трудились в поте и лица, и все-таки день не прошел даром, день бутылок отличных находок, ну, что ж, поздравьте меня, друзья, за ваше здоровье, всем удачи, пока, с вами был Лесной Дозор и я, Тим Тимыч, Лесной Дозор Лесной Дозор Субтитры сделал DimaTorzok